Подписчикам и гостям Трям, я Джетли, и сегодня мы будем пробовать вот этот прекрасный тинт для бровей. На самом деле как раз вовремя, потому что на днях я решила подстричь брови себе, и теперь они у меня в таком очень странном состоянии, поэтому давайте попробуем, может мы их исправим. По идее он должен быть пепельного цвета, я вообще ни разу не пользовалась еще вот такими штуками. На самом деле я вообще даже, по-моему, пару раз в жизни всего красила брови, и один из них это был стебный вариант, когда я снимала свой первый стихоклип. Давайте нанесем серединки, чтобы потом это хоть как-то растушевать вначале, чтобы у нас не было очень резкого перехода, чтобы у нас не было очень резкой границы. Вообще, если вы что-то делаете с лицом, пожалуйста, закалывайте волосы. Я этого делать, конечно же, не буду, потому что, ну, мне попадет и попадется, как бы, этот тинт на волосы, я их потом либо состригу, либо расчешу. Все равно потом еще буду осветляться, и у меня половина волос выпадет, наверное. Честно говоря, я даже не знаю, как рисовать брови правильно, поэтому у меня такая байда с лицом чаще всего и творится. Либо я вообще хожу без бровей, либо они осветлены, да нельзя. Мои брови — это чайки. Они хотят улететь от меня. А теперь давайте нанесем этот тинт. Вот, да, детка? Ну, вот эти вот места. Они у меня сейчас самые короткие, ну, фактически самые короткие. Господи, господи! Разница, разница в бровях. Сейчас, подождите, я хочу эту бровь подпелочь, главное не переборщить. Ты буду так месяц ходить, как татуаж. Давайте предположим, что так и надо. Теперь мы ждем, пока вот эти вот, наш тинт не засохнет, и потом, я так понимаю, его надо будет просто скатать, как с губ. Кстати говоря, одна забавная вещь, прежде чем тинт, именно который засыхает и его снимают, как эти брови с губ, появился на прилавках в магазинах, скажем так, нашей необъятной России, он был в Арифлейме. Просто смиритесь с этим. Первый тинт, который я покупала, я заказывала в Арифлейме. И он был красный. И он реально очень долго оставался на губах. Хотя он назывался тинт хамелеон, и типа должен был менять цвет под настроение, как в книге Дарьи Донцовой. Но нет, он просто был тату-тинтом. Так, я подождала полчаса, чтобы этот тинт высох, в общем. Ну и давайте попробуем его снять. Я не думаю, что это будет сильно больно или там еще что-то. Хотя вполне возможно, что я повыдергиваю свои брови и буду без них. Но не суть. Вообще в процессе их высыхания немножко жгло. Но я не думаю, что все будет настолько плохо, как вот в этом видео. У меня они... Прямо с бровями. Почти. Во! Против роста волос их лучше снимать. Ощущение, как будто у меня бровь просто отрывала. Слушай, а может это так и есть? Подожди, мои брови... А не, мои брови на месте. Вот у меня получились вот такие вот брови. Тут, в принципе, оно все прокрашено. И я сейчас буду смотреть, сколько они будут держаться. То есть продержатся ли они пару дней или смоются, так сказать, после первого умывания. Мне кажется, это будет довольно интересный эксперимент, потому что... Ну, потому что это, в принципе, сможет нам показать, продержатся ли эти брови, не смоются. То есть если ты попадешь под дождь или в снег. В хорошем их здесь можно было растушевать ватной палочкой, чтобы они не такие резкие были. Ну и, наверное, здесь, хотя мне, в принципе, и так они более-менее нравятся. Если это видео было полезно для тебя, ставь лайк, подписывайся, рассказывай друзьям, подругам, там это не важно. Репост. Пиши комментарии, пиши комментарии о том, чтобы... Пишите комментарии о том, чтобы вы хотели видеть в следующем видео или в видео с подобной тематикой. Вообще, в целом, о чем бы вы хотели видеть следующее видео. Просто иначе я буду снимать те видосы, которые сама хочу. И так как моя кошка уже просится наружу, всем пока, всем удачи. И если будет нужно, дам ссылку на этот тинт.